Украинская армия готовится освободить от российских войск стратегический Кимбургский полуостров. С его узкой оконечности можно контролировать доступ как к Херсону, так и к Николаеву. Небольшой клочок земли, но имеющий огромное значение для обеих армий. Особую опасность на подступах к Кимбургской косе представляют мины. Украинские саперы ведут работы по их обезвреживанию. Мы прочесали два гектара и нашли 50 мин. Из них видны были штук 10. На Восточном фронте в Донецкой области украинские военные используют для обстрела российских линий снабжения новую реактивную систему залпового огня «Буревой», разработка которой завершилась в 2021 году. Она пришла на смену устаревших систем «Ураган». Мы выезжаем на место, занимаем позицию, разворачиваемся, прицеливаемся и стреляем. После этого мы быстро сворачиваемся и покидаем место стрельбы. Между тем, Министерство обороны России утверждает, что российские войска смогли предотвратить наступление ВСУ на Купинском и Краснолиманском направлениях. Нанесли удар по складу вооружения в Запорожье, сбили 9 беспилотников и уничтожили десятки украинских военных. Данные о потерях с обеих сторон сильно разнятся и обновляются нечасто. Так, по сведениям Минобороны РФ, на конец сентября Россия потеряла 6 тысяч военнослужащих, Украина в 10 раз больше. Тогда как Киев заявляет, что к концу года потери России достигнут 100 тысяч, своих же военных убитыми насчитывает около 9 тысяч. Продолжение следует...